Когда я только выцерковляться стал, я первый раз встретился с иконописцем, который не был верующим, но он вел себя похабно, он мог напиться, сквернословить, курить главное. Процентов 80 иконописцев, они все такие есть, я много знаю иконописцев, мало иконописцев верующих. А у меня как бы, я-то идеалист, я посмотрел, Андрея Рублева посмотрел, вот этот образ у этого иконописца, который иконы, он слова же ни одного не сказал, но его иконы говорят больше, чем вот до сих пор, и эти иконы заставляют нас там просто удивляться, вот как он передал нам духовную, духовность передал через краски, это удивительно, то есть на него смотришь, на его иконы и понимаешь, что да, это, вот как он Троицу определил. Поэтому и мы не иконописцы, а переписчики обычные, срисовываем картинки, да и все, они были иконописцами, да. Списчики, да? Списчики. Ну да. Потому что списки же называются, которые, но я к чему, я все равно, я почему-то считаю, что это очень взаимосвязанно, человек не может быть, вот он все равно, как бы, на него оказывает влияние, чем он занимается. Оказывается, можно этим заниматься, там, например, иконы писать и жить своей жизнью, абсолютно далекой от церкви, и я видел много таких в больших городах, они приходят на клирос, вроде красиво поют, но не духовно поют, а красиво, то есть опередично, завитушками, и они получают какой-то оклад, и все, опа, сели, и уже совсем другой жизнью живут, то есть они не соединяют себя с этим. И вот это меня, ну не то, что потрясло, но как это так может быть, что человек, который так этим занимался, пережил, он пережил блокаду Ленинграда, там, у него там, отец умер, прям, можно сказать, на его глазах, он там рассказывал, как вот он, они лежат в комнате холодно под этими, они слышат, там, как он умирал, отец там последний, а мыши, говорит, он слышит, как мыши дохли на подоконнике от голода, мыши дохли от голода, это, вот представьте, да, вот этот образ мышей, и он говорит, у нас сил не было поднять занавески, чтоб свет был, о каком обессиленном состоянии он это говорит, и он тем не менее… Знаете, я понял суть-то, я об этом тоже, ну, не раз уже думал, раньше думал тоже, это люди не до конца не верующие, это верующие люди, но они просто себе не соотносят с православием как таковым, их можно назвать агностиками, то есть, они верят, но по-своему, вот, когда они не любят говорить о Боге, потому что их мало кто понимает, вот, у них, как бы, свое отношение с Богом, ну, то есть, такое вот они ищут… Но агностика – это знание, да, скорее по знанию, скорее по какой-то лойке, к пониманию, да. Ну, вот я, нет, я, то, что для меня было интересно жизнью, даже скорее, как он умирал, то есть, вот, мне вот почему-то всегда интересно, как человек умирал, вот у меня всегда с детства почему-то очень, мне задаются вопросы, я всегда задаю, а как человек умирал, я вот, неосознанно, даже ребенком, мне было всегда интересно, как человек умирал, и почему-то всегда это было так важно, Потому что жизнь, да, она может быть там вся, как вот так вся, кубарем вся жизнь у человека пойти, оконцовка. А как вот, у Достоевского читал, когда Вики-писатель, он там рассказал, как умирал его брат, там какой-то, или родственник, ну не помню, кто там конкретно, но каким он был несносным человеком жизни, несносным, говорят, он, столько все от него там, ну как страдали от его, от его всяких там выходок. И когда он стал, он умирал очень тяжело, болезнь какая-то на нем там, болезнь, и он умирал, затухал, ну как, потихоньку. И вот, говорят, вся родня начала за ним ухаживать, а он был уже обессильный, можно сказать. Они там за ним ухаживали, там убирали, и он начал, он начал изменяться, он прямо вот, как говорят, на глазах стал меняться. То есть он увидел, как его любят его родня, эта любовь его поразила, потому что они его не бросили, не отвернулись от него. И он увидел это, как он к ним относился, как все открылось в нем. Он начал плакать, он плакал, просил у них прощения, целовал им там руки, там все. И то есть он умер настолько там, ну просто, ну как, как вот на самом деле очищение произошло такое внутреннего, вот этого покаяния. Вот это метаноя произошла, покаяние это что такое? Метаноя, греческое обращение, то есть человек обратился. Покаяние это обращение. Через него открылось небо, небо увидели, люди небо. Что Господь такого, казалось бы, ну они там, наверное, крест на нем поставили уже, он настолько был. То есть это смерть вот этого человека, она изменила и их какие-то там состояния. То есть вот это, а смерть чего-то такой, сейчас стресс. То есть стресс, когда умер, вот у нас умер, священник у нас умер, прям неожиданно умер. Он в храме был, построил храм, сам бегал там такой, ну деятельный он был такой. Ну построил в деревне, там ему дали на пустом месте строить храм. Вот я бы, не знаю, я бы, для меня это вообще, это вопрос такой, как бы я бы ввел бы. Ну вот Господь дал, он построил, отбегал всех начальников там, все оббивал эти. Построил храм такой очень аккуратненький, небольшой, деревянный, такой уютный. Молиться там хорошо, как тут молиться хорошо. Там вот заходишь так и прям тихо так, как-то очень хорошо. Он такой человек все через голову, то есть у него давление повышенное, потом встал, и он жаловался, и как-то его встретил, он говорит, отец Анатолий, как он, давление высокое, прям вчера еле встал, типа лежал вот целый день, не мог встать, потому что голова просто вся разламывалась. И вот он в храме пришел, в храме икону вешал, повесил икону, и что-то, говорит, голова заболела, сел, говорит, что это, из храма начал выходить, и где вот храм, где у них колокольня, там прям под икону опустился на колени вот так, даже не на колени, а вот так, на корточке, и все, и вот так спустился. Все, приехала скорая, а он уже был все мертвый. То есть и он в гробу лежит такой, вот я, я как-то, ну он такой горячий человек был. Мы там немножко, какие-то у нас были, я против того, чтобы крестить человека без всякой подготовки, младенца тем более, тем более, если крестить мальчик, то у него крестный должен быть верующий, или папа, или мама, и также и с девочкой, или крестный должен быть верующий, и папа, мама, но папа, мама особо, они, и поэтому он крестил всех, он там, приходили к нему, полчаса пообщается, и он крестит. Ну, я как-то ему сказал, думаю, ну, что я могу, что я, я ему просто сказал, говорю, так нельзя, отец, просто, ну, это, пользы нету ни, ну, с другой стороны, ну, что я, он говорит, а кто, я не крещу, он крещу, он крещу, он, а, говорит, я не крещу, другой крестит, все равно, то есть, я говорю, ну, поэтому нам надо собраться, решать этот вопрос, чтобы мы все-таки имели тут в этом, хоть какие-то точки, ну, как сказать, соприкосновенные, ну, даже единодушные, чтобы были, потому что, как, ну, есть такое условие, минимальное, оно же минимальное, раньше годами готовились к крещению, а сегодня это, как, становится пустая формальность, ну, пускай формальность, пускай я помучаю человека, то есть, отказать в крещении я не могу, вот, ну, не могу, то есть, я, то есть, для этого должно быть, какая одна из причин, вера или не вера, а как определить эту веру и не веру, это, конечно, уже такой вопрос сложный, то есть, человека, а как я могу человека, я его даже не знаю, любовь же, это не, это не то, что я желаю себе, как я недавно услышал, это такое определение, что такое любовь, он говорит, ну, что не желаешь, что желаешь себе, то делай для других, да, но это не любовь, это просто нравственные, нравственные условия жизни, а нравственность и любовь, это не, это не синонимы, нравственность, это, ну, это что-то такое хорошее, правильное поведение, тот, которое поведение, которое не, ну, как бы не затрагивает другие жизни, то есть, такая некая, а это, и даже, она похоже к морали больше подходит, это правило, а любовь, это что такое, это любовь, это когда я не превозношусь, когда я не желаю своего, когда я терплю все от человека, вот это любовь, то есть, вот это любить человека, оказывается, очень сложно, сложно, почему, потому что он соединился со грехом, и со грехом так настолько сочетался, что он, когда мы говорим человеку о грехе его, то он не отделяет себя от этого греха, то есть, когда ты говоришь ему про грех его, то он с этим грехом настолько сочетался, что это, как будто ты говоришь про него, и то есть, вот это разделить грех человека от человека, Вот это очень сложно. Вот это как раз задача священника. Это вот такой сделать бороздку между поступком человека и им самим, как образа Божьего. И это очень сложно. И поэтому я думал, у меня пока не хватает той любви божественной, а он старше меня, ему 60 с чем-то лет. Ну как-то у меня язык не поворачивается. Что-то ему подсказывать. Ну кто я такой? Он жизнь уже, у него там священник, священник где-то под Москвой служит. Он приехал к батюшку, очень хороший у него. Но у него там, конечно, сила в матушке. Там матушка такая смиренная-смиренная. Она и привела его к вере. Он такой, сам весь такой горячий такой, весь такой, там широкий такой. Она такая тихая, скромная, смиренная. И она молилась, она его привела к церкви. Детей воспитала в православной вере. Сын стал священником, а сестра, ну дочка стала монахиней. И ночью я приезжаю, храм маленький этот, зима, там снег выпал. Захожу в храм, матушка там одна только, гроб стоит на церкви. Подхожу, покрывала. Ну он не старый еще, да? Он ему 65 лет. Я немножко просто приоткрыл, думал, какое лицо у него. То есть вот субъективно, несубъективно, но вот сколько я заметил, очень удивительно. Когда Господь как-то принимает, вот это мой чисто субъективный взгляд. Когда человек принимает, вот лицо у него даже как-то, оно как-то у него, то есть как-то даже человек улыбается. Он как-то вот лежит весь в гробу, как будто он даже преображается. Он даже лучше выглядит, чем при жизни. А это лежит, как будто он уснул. Говорит, отец Анатолий, да хорош ты, что ты лежишь, давай что-то. Вот такое ощущение, что вот он не умер. И он, матушка, да вот он может там через три дня только будем хоронить. Там в пятницу он умер, как раз. Я вот стоял, читал Евангелие. Важно читать церковно-славянское Евангелие. Оно настолько, оно другое. Оно вот, его читаешь, и ты просто понимаешь, что как его обрезали переводом этим. Обрезали, потому что нет той глубины. То есть там какие-то, вроде перевод там такой, там, чем в дому, в церкви, там, он там, он часто был, там, какие-то вот, какие-то фразы вроде, казалось бы. Ну, как так перевели, непонятно. Там про, ну, там много таких нюансов, там, если вот надо изучать, там. То есть я вот Евангелие от Матфея просто заново для себя открыл. И то есть я стоял еще и молился о нем, я читал Евангелие, и я, и мне легко это было. То есть мне Дух Святой еще помогал. То есть вот это удивительное чувство, когда тебе помогает Дух Святой. Протестанты, я там, вот там, вот мы святые, святые, но там я не вижу святости. Там только один эгоизм, одно превозношение какое-то, само надмение даже где-то над человеком. И в конце концов, как говорят святые отцы, брезгливость. То есть брезгливость, что это такое? Брезгливость, я раньше тоже, у меня была брезгливость человеку, там, запах изо рта, там, какой-то запах от человека. То есть я там мог, и это у меня было настолько, я подумал, у святых отцов, опа, брезгливость, да это такая тонкая гордость. То есть это очень верно признак, что человек гордости. Вот это состояние, что греха тебя не отошел. Что я смогу сделать с моим телом греха? Как избавиться меня от этого тела? Вопрошает апостол Павел. Что могу сделать, если я хочу делать доброе, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю? О чем он говорит? Именно о том состоянии падшего. Это, можно сказать, заноза смертоносная в нашем теле сидит. Господь ее вытаскивает, но она все равно потом как-то вонзает. Она не постоянно будет в теле нашем. И это смертоносное тело, оно все равно уходит в гроб. Оно все равно закапывается. И вот это потрясение, что ты должен идти в ад, а тебе Господь рай дает. Как сказал Исаак Сирин, да, говорит, держи ум в аду и не отчаивайся. Вот как. Держи ум в аду. То есть не позволяй себе. А, я уже в раю, я уже святой. Что мне там делать? Я уже святостью облегся. Вот это самое сатанинское обольщение. Я уже в раю. Христос нам оставил индикаторы понимания своего состояния. Он говорит, Царствие Небесное внутри вас есть. Мы те же, что мы должны иметь в сердце своем, те же чувствования, что во Христе Иисусе. Мы же, ну мы никогда не лукавим сами перед собой. Мы же осознаем, понимаем, сердце наше в покое находится или в каком-то раздражении, да. Мы же можем сверить по индикатору какому-то, да. В каком состоянии нынче находится сердце. Вот ты постоянно сверяйся, постоянно во Христе ты и те же чувствования в тебе, что в Господе. Если те же, ты в раю. Если нет, ты в аду. И все. А что тут? Если радостно на душе и постоянно, каждую минуту сверяй свое состояние с чувствованием Господним, да. Не, ну вы знаете, вот этот, иногда я заметил у протестантов, они себя вот, то сейчас вы как сказали, состояние, которое должно легко, они себя как бы накручивают на это. Они себя возбуждают. Бог с тобой, крики, такие вот это, движения какой-то. То есть они искусственным образом как бы призывают эту, типа, благодать. Я не знаю, я так ни разу не пользовался таким методом. Я даже не представляю, как это так можно. Ну, нет, они, я вот всегда, почему же, я думал всегда раньше, да, почему, например, этих шутов, ну, театры гнали. То есть приходили они в какое-нибудь село и гнали оттуда, прошивая метлой. Почему церковь была против паяцов, против шутов, против актеров так называемых? Что тут такого? Сегодня, там, мы знаем хороших актеров, которые играют, там, такие роли серьезные. Там, оказывается, что актеры, мало того, что они насмехаются над всем, в конце концов, они насмехаются над царем, насмехаются над, вот, ну, мы видим сегодня, да, кто, кто сегодня больше всего денег получает. Те шуты, которые насмехаются над всем, над всем, над грехами, над людьми, над старостью, над глупостью, над всем, над изменой, над грехами. И в то же время искусственно создают такую тлетворную радость такую, радость временно такую, то есть шутку сказал такую, да, скорблезную. Опа, человек вроде рассмеялся, да, все вроде ожил, то есть ушел от своих каких-то мыслей мрачных. А выходит, что тлетворное, это все, это же все искусственное, это все, радость искусственная, она не дает, она наоборот, и все комики, я заметил, люди были в жизни очень печальные, очень печальные. Тот же Леонов, который никогда не улыбался особо, тот же Райкин, который был всегда, можно сказать, даже больше грустный, чем, то есть это все настолько, вот, как сказать, оно временное, что радость надо ждать от Бога, вот радость, которую Бог дает, она не тлетворная. А это как раз те люди, которые несут вот этот тлетворный грех. Мне вот сейчас, до того, как созвонились минут 15 назад, присылал ссылку к причине, но вот как раз пишет по этому поводу, 150 лет назад вот еще, да, писал, что в каком состоянии будет находиться вообще народ русский, да, если вот мы будем попустительски относиться вот к этому тлетворному поведению вообще, вот, ко всему вот этому разврату, ну, не тому разврату, не разврату полопа, а разврату умов вот этих, да, шутовству вот этим насмешкам вот этим, то есть уходом от Христа, вот, это вот самое страшное состояние. А он прислал, прислал видео или это... Нет, текст, ну, выдержки из Бринчанинова. Ну, Бринчанинов сейчас, мне кажется, его народ опять начнет читать, потому что он, я как-то, я слышу, мало кто читает его, но он, как бы, он, мне кажется, опять будет востребован, вот, вот сейчас уже начинается, потому что, хочешь не хочешь, там открываешь, там, читай там про... А у него там же, он же очень хорошо разобрал всю вот эту внутреннюю падшую природу человека. То есть у них с святителем Сфеофан Затворникам, у них есть такое очень схожее, но у них есть, как сказать, то есть они, они-то, они, у них было, какая-то там, какое-то разногласие, но по большому-то счету, у них очень все дополняющее друг к другу. То есть мы одно время читали, начинали с Игнатия Принчанинова, закончили Сфеофан Затворником. И мне очень много дало, я когда вот это только вошь ходил в такую, в духовную жизнь, то есть это для меня было, как вот, на самом деле, как разжевывали, они мне разжевывали все то, что мне было непонятно. А как, в Англии оно, это каким-то особо одаренным людям там все понятно, а мне не то, что было непонятно, я много вопросов не возникал. И тем больше я углублялся в это, мне больше вопросов возникало. И когда я только встретился с Игнатием Принчанином, с святителем, то есть для меня он был просто, как откровение. Я его, путь, там у него есть, у него есть эти аскетические труды, да, у него вот это, считаю, одно из самых, и первое мне очень понравилось, у него это слово о смерти. Потрясающе, когда он стоял над могилой своего друга, он размышлял, а он же был из дворянского роду, такой очень был, можно сказать, племенной, дворянин такой был, с корнями. Породистый. Породистый, да. И тут, представляете, он, казалось бы, после войны, он такой талантливый, там, одной ноге, там, с поэтами, с лучшими людьми, с богемой с этой питерской, и он уходит в монастырь. Вот что это такое, да? Ну, вот я как раз вот по этому поводу вот сейчас нашел цитату одну, кто пишет. Разврат в обширном значении этого слова делается достоянием человечества в последние времена. То есть разврат в обширном, что он понимает по словам разврат, это же сюда не входит, ну, даже малейшее поведение, вот эти вот ухмылки, да, сегодня, как зубы вот это показывают, американская улыбка. А, скалит, скалит, ага. Это же первые вот черты этого разврата. А вы знаете, я даже могу сказать так, я, например, сделал один раз замечание, ну, молодым людям, они были удивлены, что я им сделал замечание. Они как, это нельзя? То есть все молчат, и они считают, что это уже норма, там, ругаться матом, там, в обществе, там, они зашли, там, в маршрутке, там, ну, не в маршрутке, там, был какой-то, типа, автобус такого, там, людей. И они там едут, и там мат у них, там, я им просто такой говорю, вы что, вы куда зашли-то, вы как-то, это, ну, не знаю, вообще, вы опять почише надо вести себя, и так не принято. Они вообще были удивлены, смотрят на меня, не могут понять, что я от них, а я им вообще, ну, как сказать, это как бы мое естественное. А люди, как бы, вот я заметил, я один раз наблюдал за сценой, интересно, а кто же, кто же скажет молодому человеку, там, он там борзей, там, там вообще видят, и все молчат, как будто не видят. Все отвернулись, молчат, как будто они, как будто они, я думаю, так, я не пойму, а он там один стоит, ну, он выпил вида, и у него там его несет, и он видит народ, он такой вообще никакой. Он их начинает провоцировать. Ну, тут я уже просто, ну, как сказать, я уже просто понял, что тут, так это, знаете, стою, тут, понимаешь, три часа над этим краном, капает, ну, хоть кто-нибудь подошел за краном. Вот я тоже что-то сидел, потом думал, что-то надо уже останавливать его как-то. Подошел, говорю, ну, ты как-то, это, поосторожнее, ну, выпил, ну, веди себя, это как-то иначе, ну, сейчас до дома, то есть, сейчас ты куда-нибудь. И ему, и он, я с ним начал нормально разговаривать, и он, и он так это услышал, что, да нет, я такой, да, и все, я слышал, он это остановился, все, у него, ну, то есть, ему надо. То есть, если мы хотя бы немножко бы говорили молодым людям, а хотя бы немножко поправляли их, без не то, что там, там, ах, ты сейчас не сдашь мне ЭГЭ. Сейчас, видите, что происходит, молодежь начинает убивать себя, в интернете, в этом, в группе контакта, да, есть страница самоубийц. То есть, я согласен, сегодня дети брошены на, просто как беспризорники, они не то, что, они не нужны взрослым. И вот это, я говорю, а как исправить эту ситуацию-то? Я говорю, ну, моих детей, я, по крайней мере, сейчас, ну, да, своими, ну, есть же вокруг, которые, они этого лишены, никто, никто ими не занимается, никто ими не говорит какие-то слова, никто с ними, изменить сказки не читает. Я думаю, что это просто состояние этого духовного, вот этого такого вакуума сейчас. И сейчас этот вакуум, он как бы, чем заполняется? Все равно заполняется, он не будет пустой. Этот вакуум заполняется кем? Всеми духами злобы поднебесной, через всякие компьютеры. Мы вот, ну, как сказать, с кем, а вчера вдруг вот с Москвы звонили мы, он сейчас там работает, вот мы разговаривали о конце света. И там сейчас набирает опять вот эта новая волна какая-то, конца света, ИННН, ИННН, и новые паспорта, и новые электронные эти. Общая какая-то карта москвича, карта, ну, да, она сейчас уже как бы вводит ее, потихоньку, но вводит. Мир, по-моему. Я не знаю, нет, она называется «Единая карта москвича», что-то такое. А мир это, это денежная такая, типа мастер-карта. Банковская. Да, банковская, да. А эта, Дина, и там сейчас православные там вцепились в нее, говорят, там вот, и народ там серьезный. И вот мне прислали там, мне на почтовый ящик присылают, как отказываться от новых документов, как отказываться, даже СНИЛС сейчас. СНИЛС это такая штука пенсионная там, и тоже она вредна, там тоже какой-то код стоит. То есть, настолько вот сейчас это опять роскошит эта тема, то есть, вот народу постоянно нужна какая-то вот, как бы, тема, которая постоянно кто-то ее подогревает. То есть, сейчас вот тема, тема вот этого конца света, что будет чипировать скорость, скоро всех начнут. То есть, уже сейчас уже, и как вот этим людям объяснить, я говорю, а как вот мы можем объяснить? А вы знаете, а что объяснить? Знаете, для чего это делается? Это, знаете, есть поговорка такая народная была, подбегают там соседи, Дунь, там Васька утонул. Она оп-оп-оп, скорей-скорей, Васька, Васька утонул. Подбегает, а Васька сидит на берегу трусы стирает. Второй раз подбегает, скорее Васька утонул. Ай, Васька, Васька, Васька подбегает, Васька рыбу ловит на берегу. третий раз, Васька утонул, а идите вы, где скорее утонул Васька, а она так и не побежала, а Васька-то утонул на самом деле. Знаете, это для чего делать, чтобы потом, когда настанет час икс усыпить детей из людей. Ну да, я согласен, есть тут только момент, я даже думаю, что сейчас церковь, помните, был момент, сейчас почему-то об этом не говорят, что церковь пошла, то есть патриарх Кирилл дал какое-то благословение, и там целая группа священников против этого единой карты москвича, то есть была, только когда в проекции это все было, а потом вдруг, бах, и все, как будто сейчас этого не было. Даже был у них на сайте, был на сайте даже документ, это сейчас документов этого нету, что за лукавство такое, что за игра какая-то указами, вот это меня потрясает, то есть определись с позицией. Я согласен, я даже на все сто процентов говорю, что все эти документы, конечно, ведут, в конце концов, к чипированию. Да, будет уже под какой-то или на лоб, или куда-то будет заносить, ну наверно на лоб, потому что самое такое место открытое, доступное, и будут туда заносить какой-нибудь маленький микрочипик, который будет, все данные там будут в этом микрочипе, то есть будет человек, и документов не надо, вот этот чипик и будет. Гадать мы не можем гадать, нам неизвестно, но гораздо все серьезнее будет, чем мы думаем, как раз с Виктором Андреевичем говорили, поднимали эту тему, но я к чему говорю-то это все? Сейчас, ну вот то, что Осипов предрекал, да, но не только Осипов, это у отцов тоже было, что Россия как раз станет тем центром, которым и будет реализовывать себя Антихрист. Сейчас-то, в принципе, президентская программа готовит, ну как сейчас идет шумиха, да, в восстановлении Союза Советских Социалистических Республик, ну прообрази. Сейчас идет объединение республик, опять же, вот, единое такое масштабное государство, вот, а чтобы, опять же, в Союз туда примыкают, как это она называется, в Союз Китай сейчас, потом, ну, все примыкающие вот эти страны, вот, хотят слиться в одном сообществе. А чтобы это сообщество работало гармонично, нужно вот сейчас как раз о чем и говорят, чтобы не воровство. Вот в семнадцатом году, когда они, они с января месяца начнут чипировать всю продукцию, вплоть до, там, я не знаю, текстильных, и каждую вишенку, каждую черешенку, которую будут продавать, она будет зачипирована. Носки даже не сможешь купить без этих чипов. Ну, казалось бы, это делают в разумных, с разумными целями, чтобы, вот, ограничить вот приток такого левого товара, да, чтобы лицензировать всю продукцию. Это, казалось бы, неплохо, чтобы оградить хождение контрафактной продукции. А под то же самое и попадает. Он автоматически, человек попадает, потому что тут она, система сама будет обустраиваться так, чтобы все было под контролем, открыто. Путин к чему сейчас призывают? Для чего вот эти суды вот эти проходят сейчас, да, причем вот так громко разоблачают вот взяточничество? Это же готовят все вот к чистой, открытой, ну, прозрачной системе. Вот. И люди это поддержат с большим вдохновением. Открытость. Это же, ну, во взятках утонули, во взятническе, да, и во всем коррупции, в воровстве. А кто не поддержит? Конечно, все поддерживают это. А чтобы это поддержать, нужно принять себе вот некоторые какие-то условия, да, такие небольшие. Ну, да, я согласен, что сегодня национальная, кто говорит, национальная идея страны какая, воровство, да, воруют, и воруют так, что как будто там несколько бюджетов своровали уже там вместе взятых, чтобы собрать все эти. Ну, не в этом дело даже. А что мы хотим? Государство, которое заигрывается с национальной идеей. То есть, а национальная идея, что это такое? То есть, вообще, сегодня убираются даже понятия русский. То есть, сегодня российская нация какая-то. Российская. То есть, собственно, собственно, российское слово «Россия» произошло от русского. То есть, это на другой язык просто. Греческое слово «рос», «росси», «россы», «россия». Греки как называют нас? Они же не «русы» называют, они «россы», «россы». Мы «россы» для них «россы», а не «мы русские», «россия». А сегодня это сегодня… То есть, уже русский, как бы, это слово даже «русский» потихонечку вытесняется. То есть, хотят уже ввести уже законодательно, что есть какая-то российская нация. То есть, а это… А это что говорит? О том, что православие… И не хотят сейчас вводить уже… Уже противопротивление идет, там, основа православной культуры. Ну, ролик видели, сейчас гуляет вон там, я не знаю, просмотры набирает там огромное количество… Все границы, все контуры страны и столицы. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Ну, это что? Я так, на мой взгляд, на мой такой недалекий взгляд, я вижу, что вы сегодня… Почему убрать этнос? Не то, что я там… Я не то, что… Я не националист, как не могу сказать, я не националист. То есть, у меня умеренное понятие. Ну, именно русский народ, я считаю, основополагающий. То есть, Россия без русского народа – это не Россия. Это что угодно можно назвать там. Поэтому Россия должна быть прописана даже в Конституции. А в Конституции слова «русский» нету. То есть, Конституция наша составлена американцами. И там расчленяют… То есть, вообще убирают слово это. То есть, в конце концов, сегодня мы стоим на грани какого-то… Кто мы такие? Есть-то. То есть, определить себя в этом пространстве. Самоидентификация – это прошлый век. Сегодня самоидентификация по вере, по вероисповеданию. И какую веру ты исповедуешь. Вот. Сегодня времена как раз верующих людей. Вот. Сегодня это… И, опять же, эту тему сейчас делаем, да. Но об этом Папа Римский хорошо говорит, что все религии надо объединять. У нас один Бог, единый Бог. К чему стремится мир сегодня? Это… А как Антихрист будет приходить? Если он будет Богом, он должен быть Богом для всех? Нет. Ну, у нас тут сейчас, как бы, говорят уже, что… Многие говорят там, что уже, типа, Антихрист уже родился. То есть, я говорю, подожди, мы еще… Откуда мы что… Вообще, это… Настолько это… Господь… Даже когда его спросили про последнее, он сказал, что об этом никто… То есть, он настолько эту тему даже не продолжил эту тему. Это в наших руках, продлить это время и… Вот и все верно. Да, абсолютно верно. Если сейчас мы немножко хоть будем сопротивляться… Конечно. …не тому злу, которое там… Американцы… Зло, которое внутри нас, если каждый начнет с себя сказать… …я люблю Россию, свою Родину, люблю, что я человек православный, на мне крест есть окрещенный, я ни копейки из казны не возьму. Буду жить на свою зарплату. У них разве… Маленькая зарплата у этих… У них по 300 тысяч зарплата, им мало все равно. И если бы он начнет с себя, я буду жить на свою зарплату, то тогда потихонечку-потихонечку с головы, как говорится, начнет и все общество изменяться. Поэтому, сейчас говорит, что угодно можно говорить там… И сейчас, я даже думаю, отвлекает людей именно от самого себя. То есть, все вот эти… Все эти шоу… Все это… Чтоб человек только не спасался, только человек не думал, что он грешник, что у него грех есть. То есть, я… Я должен с себя начать. Я должен себя… Свой поступок совершить. Я должен… У меня есть возможность своровать. А я не своровываю. Почему? Потому что я… Бога верую. Я не то, что… Есть же… Есть же какое… Три… Два… Там понятия… Как бы раба, да? Мы как раб Божий, да? Раб, он боится что? Наказания от своего господина. Но это тоже нормально. Это хоть какая-то некая страх Божий. А есть состояние сына. Состояние сына, когда я боюсь потерять любовь отца. Я не делаю… Не делаю это… 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 Зло… Не потому, что я боюсь наказания. Я боюсь потерять любовь Божию. Как возлюбив Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Всею… Всею… Всею мыслью, всею разумением твоим. Как… Как все написано. Я говорю… Вот… Проповедь я читал. Говорю… Как это вообще возможно? Да как? Господь оставил единственное условие. Его же спросил парень-то, как это… Как наследует, да. А он говорит, оставь все и следуй за мной. У нас… У нас… Настолько все ума. В принципе, что нам бросать? У нас ничего нет. Поэтому… Сейчас появляются у народа там уже пожитки какие-то… Квартирёшка, машинёшка, три холодильника обязательно. Почему-то сейчас уже… Уже по два холодильника у каждого. Вот такие стоят. Вот такие вот. Видите? Вот один у нас. Матушка говорит, еще надо один. Но нет. Я не против. Я к тому, что раньше-то у нас один холодильничек такой маленький стоял. И у нас… Мы открывали там колбаску кусочек такой. Что-то все. И все мы сыты были. Все… И самое главное. Сегодня народ начинает тучнеть. Жреть начинает, грубо говоря. Пища некачественная пища такая. И человек… Человек… От стрессов этих, которые мы постоянно испытываем каждый день. Он чем утешается? Только едой, едой. Закидывает, закидывает. Я тут недавно… Этот… Книжку… Два тома купил. Ну, это… Русская церковь. Это… Век двадцатый. Тут прям… Воспоминания такие хорошие. Мне прям понравился. Тут я… Прочитал. Был такой… Протеерей… Георгий… Георгий… Георгий Шавельский. Я прям немножко цитату прочитаю. Русская церковь перед… Предреволюцией. Сейчас у нас… На следующий год будет сто… Сто лет… Этой… Этой… Этой революции. Мы… … eh… …анализ… Того, что произошло с нами… Со всеми… Это же… Мы еще будем не один… Я думаю… Год… …и десятилетий, еще об этом… …ээ… Ээ… …м sentir, 대해서 с진ут, см 나도… Расмышлять… И,ż… А он писал ещё… Да, это… Состояние церкви… Он еще сам писал… Он был военным священником, капелланом так называемым, и он, конечно, он даже был ранен где-то, где-то у него какое-то ранение даже есть. Он не воевал сам, но он был как капеллан, как молился, как наставлял, был при солдатах, и он писал о церкви очень... Вот у него книжка «Русская церковь», такая книжка есть, она не продается, конечно, но вот я его нашел в интернете, у него есть эта книжка, а тут в этой книжке дана его, как бы, выдержка, и вот он пишет, мне так это, конечно, немножко, ну, я немножко это, но правда тут, конечно, существует. Он пишет, монашество в последнее предреволюции время захватило все права и старалось захватить все более видные места в церкви. Для оправдания этого стали настойчиво проповедоваться иеретические теории. Самый худший монах лучше самого лучшего бельца, но бельца это белый священник, то есть. Монашеский постриг есть таинство, в котором Божья благодать немощная врачует и оскудевающе восполняет. Действительность не подтверждала этих странных теорий. После пострига тупоумные не освобождались от своего тупоумия и подлые от своей подлости. Невежественные не становились более просвещенными и даже развратных не всегда сдерживал постриг. Но сторонники этих теорий, как бы для того, чтобы со временем ярче выявилась их уродливость, стригли направо и налево всякого, кто только склонял голову. Отнюдь не заботясь о выборе для должности высшего звания достойнейших и способнейших. И он вот прям пишет, что же влекло людей в монастыри. То есть от монастыства не было уже не такого, как сказать, как это было раньше. Какой год это? Это вот он писал уже в эмиграции, когда революция уже совершилась. И он написал книжку в эмиграции, он писал. То ли во Франции, я не помню. Где-то он писал. И он написал эту книжку. И вот он анализирует очень хорошо. И он пишет, что же людей все равно влекло в эти... Все равно ехали в монастыри. Уже не было такого окормления. Не было какого-то монашеского... Особых таких людей, как там Оптина Пустыня обладала таким особым монашеским духом. Он пишет, что же влекло народ в монастыри. Особая монашеская обстановка, монастырская атмосфера, в особенности монастырские богослужения. Далью веков, отрешенностью от мира, таинственной тишиной, не приставало веять от всех русских монастырей. Старинные, часто напоминающие крепостные монастырские здания, величественные, богатые, своеобразные, украшенные монастырские храмы с разными святынями монастырей, древними чудотворными иконами, святыми мощами и разными реликвиями подвизающихся тут когда-то проповедить праведников. Тихие, обширные монастырские сады и рощи, окружающие монастыри, обычно живописнейшая природа, безмолвно двигающиеся фигуры монахов, все в черном, в храме, в клубуках и мантиях, вне храма, в подрясниках или ризах камелапках, их смиренные приветы и поклоны, их безмолвные и бесшумные, с ченем в житии святых трапезы, многократно в течение дня раздражающий стройный и мелодичный звон колоколов, и непривычные для уха отрывистые резкие звуки от ударов била, наконец вся строго распределенная по часам жизнь в монастыре, все это переносило посетителям монастыря, богомольцев особый, новый, как бы неземной мир, и на человека, желавшего временно отрешиваться от утомившей его житейской суеты и не вглядывающейся в мелочи и изнанку монастырской жизни, производило успокаивающее и обновляющее душу действие. Русские монастыри являлись прекрасными станциями, станциями для отдыха, утружденных с житейской суетой людей, и этому в сильнейшей степени способствовало еще в совершившихся монастырях богослужение. Ну он еще тут немножко пишет, ну то есть тут вот человек, он такой очень трезвый, и он там пишет, что вот это как раз, что произошло, как анализ делает. Его, конечно, эта книжка, кстати, я купил в этом, в лавке церковной, но я что-то вижу сейчас их нет, их малый тираж был, по два тома они продавались, я купил прям очень хорошую книжку, такие, такие счеты, выписки от всех дневников там, то есть, если будет, мне кажется, в интернете, может уже выложили ее. И вот сейчас анализ этого всего идет, и я считаю, что да, мы просто стоим на каком-то этапе, вот сейчас мы живем, этап страшнее даже он где-то, он страшнее, почему, потому что уже настолько все, как бы, облукавилось, что мы не знаем уже, где враг, где, то есть, мы вообще уже сейчас, настолько сегодня все усложнилось в отношениях людей, в отношениях между священниками, в отношениях между, то есть, превратилось все в какую-то только форму, а за этой формой уже мы не способны определить, где есть, где есть правда, где есть неправда, и мы начинаем, то есть, сегодня мы можем одно думать, завтра другое, и вот этот ветер у нас колышет, и я уже просто думаю, Господи, дай нам хотя бы удержаться в самом, вот, в самом, как бы, минимальном, а что минимально это может быть, по крайней мере, не потерять, что Господь сказал, милости хочу, а не жертва, то есть, вот это слово, мне всегда, как бы, милости хочу, что мне твоя, твой пост, там, да, ты можешь, это, и жертвовать очень много, но эта жертва, она, без милости, что это такое? И все равно Господь говорит милости. А мне приходит вот это, противоположное, когда Господь сказал, оставьте мертвецам своих мертвецов хоронить. Ну, тут он просто разделил, он тут прям, тут он показал, что рядом с ним хоронить мертвецов не гоже, когда Господь, ты о мертвости думаешь. Следует, ну, сегодня, как, тоже есть вот такая тенденция, да, батюшки, вот, допустим, батюшки, да, вот, у меня вот такие вот они прихожане, как же я их брошу, вот они вот такие, такие, а, по сути, что такие, они не рождаются. Духовенство и прихожане храма приняли участие в празднике, предваряющем последнюю перед Великим постом неделю. И вот сегодня, особенно в это воскресенье, Святая Церковь благословляет на добрые дела, чтобы милость сотворили мы также, для ближних своих. И недаром мы сегодня приурочили Масленицу, начало Масленицы, тем, что по возможности сотворить милость свою для меньших наших, для братьев наших. Эпицентром праздника стала благотворительная ярмарка, во время которой каждый желающий мог приобрести поделки, сделанные воспитанниками воскресной школы храма и его прихожанами. Это ли не то, что делает православие той самой верой, да, где всем тепло, светло, душевно? Мы очень готовились к этому празднику, много репетировали, много танцевали, много пели. Я, как скоробейник, продаю очень интересные товары, недорогие. Вот, к примеру, дельфин, всего 5 рублей. Помимо благотворительной ярмарки, участников праздника ждал добрый подарок. Небольшой концерт, включающий танцевальные, поэтические и песенные номера в исполнении воспитанников воскресной школы храма и светских учебных и творческих учреждений. Масленица блина, ябка, накормила всех людей, заиграла, заплясала, сразу стала веселей. По деревне в каждой комнате забегает детский ход, из домов кисус дает, всяко разное припьет. Приходите, заходите на румяные блины, нынче масляная неделя, будьте счастливы, как мы. ПЕСНЯ 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 И мы надеемся, что это будет и дальше продолжаться в нашем храме. ПЕСНЯ 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 Интересно, это очень мало людям, ну, может быть, один-два-три человека, там вот всего тысячи. Им это не надо. Почему? Потому что Библия заставляет, Евангелие заставляет человека трудиться. Оно говорит, оно говорит человеку, обличает человека, направляет его, а человек не хочет. То есть человек привык так жить. Он говорит, а что я буду сейчас к старости лет, предположим, чем-то там начинать, чем-то что-то изменять в свою жизнь? Ну, живу и живу, не убиваю никого. То есть, и все, и ей на уровне обрядовом, человеку на уровне, и не хочется идти дальше. И не хочется, и она, и я, и я как пастырь, как я поставлен пастрем, я эту овечку не буду гнать вот так. Время сейчас какое-то оно, не то, что оно там, мы, конечно, изменились, естественно, но люди, людям все равно все не надо больше. Даже не слова, а деятельная какая-то им помощь, деятельная. То есть, деятельно помочь, деятельно. А уже потом ты можешь уже вкладывать какие-то слова им. Потому что, когда ты говоришь о слове, ты когда говоришь, ну, то есть, как протестанты они делают, да, они там много говорят о Боге, как митрополит Антоний Сурыцкий, да, говорит, иду там с чемоданами, идет там протестант, тебя Бог любит. Он говорит, да, Бог любит, а ты меня любишь, я тебя люблю, брат, там. Ну, что ж ты меня любишь, а я вот чемоданы, говорит, несу, да, ты мне даже не помог. Любовь, она конкретная, она в конкретном действии проявляется. Любовь приносит плоды. Да, абсолютно верно. А когда я там буду говорить им, я сам-то все это знаю, я много и читаю, порой думаешь, может быть, и не знать бы всего Евангелия, потому что Господь-то тебя заставляет это делать, а ты это не делаешь. Лучше и думаешь, может быть, человеку совсем мало надо знать, но хотя бы это мало исполнять. А если человек много знает, значит, он должен все это исполнять. А если он чего-то не исполняет, значит, он все не исполняет. То есть, одну заповедь, если ты нарушил, одну заповедь, значит, ты все нарушил. Вот как Господь ставит вопрос, ребром ставит и в то же время говорит, не жертву хочу, а милости. Милости хочу. Потому что милость сегодня, потому что народ, серьезно говорю, он где-то более даже его жалко, потому что обманут, оболган и где-то брошен. То есть вообще люди сегодня расхристаны, я даже не знаю, они не знают, куда идти, что делать, как жить, что говорить. Говорить даже не знают, что. Начинаешь, да ты скажи, что ты как-то думаешь, нет, я вот не знаю. То есть все, абсолютно какая-то потеря ориентации какой-то. Вера от слышания, а то, что слышит человек, то и верит. Ну вот я стараюсь на проповеди сказать все. То есть они привыкли, что мне некуда деваться, они ставят проповедь слушают. И мне приходится в эту проповедь вкладывать слова, которые им были бы доступны. Потому что говорить о каком-то там богословии, то есть я пытался, но потом вижу, что надо планочку убирать. И она, эта планочка, ну, я... Я говорю потому, что верят, какая люди сегодня верят телевизору, то, что в телевизоре говорят. Надо или выбирать церковь, или телевизор, что-то одно из двух. Вот. Я им сказал, великий пост, ой, этот, Рождественский пост начинается. Я просто им сказал, я говорю, вы лучше колбасу скушайте, уж вы, если не можете без этой колбасы жить. Но вы телевизор не смотрите, это поганый. Вы лучше сядьте книжку почитайте, вы уж возьмите какое-нибудь рукоделие с молитвой почитайте. То есть сделайте отвлечение от телевизора, потому что телевизор стал мозгом. То есть человек уже не может, он уже телевизор, у него вошел в голову, и он уже там полностью уже им доминирует. То есть человек уже, а, он не знает, что ответить. Он включает телевизор, а, и там пошли мысли, мысли, какие-то бесконечные, бесконечные идеи. Они постоянно... И, оп, вроде она наполнилась, чем-то наполнилась. Опа, выключил телевизор, спать легла, и все. То есть, а так это же все корни не имеет. Потом утром пришло, все это вот так разметало, и все, это не имеет корни. А если оторвется телевизор, она хоть немножко начнет сама мыслить, а почему так, а почему это? А что ты сегодня батюшка сказал? Так, а о чем это? Так, давай, открой, я посмотрю. Ага, вот это. Что же говорит Господь? То есть, ходить какими-то своими, ну, как сказать, свои мысли рождая. Рождая, как бы, вот, роды, роды, совершая своих мыслей, своих. И вот это самое сложное, вот это самое тяжелое. Ну, как же это свою мысли рождают? Знаете, как, хотя бы одно свое слово выдавить из себя и задуматься над ним. Вот, вот, я говорю, роди его и носи его, вот это твое слово, и не слушай никого. Ходи с ним, это уж подойдешь и скажешь, вот, батюшка, вот у меня вот это, ну, это твое будет, это ты принесешь, ты это ко Христу придешь с этим словом. А это сейчас что, о чем ты мне, о чем ты потом Христу скажешь? Господь тебя на суд, когда придет, что ты ему скажешь? Я не знаю. Ну, понятно, нечего сказать, потому что нечего сказать. Так, Господи, оправданием Твоим научи меня, да, оправданием Твоим научи меня. Как оправдываться перед тобой? Да, вот Господь и говорит Библию, Он и говорит, как оправдываться. Вот оправдывайся, вот тебе слово для оправдания. Мы поймем, хлеб насущный? Насущный какой? Настоящий. Представляете, настоящий, а о чем мы хлеб едим, не настоящий? Он, да, он и назвал хлеб, но насущный. Он сказал, это та пища, от которой не будете алкать и жать. Алкать, да, абсолютно верно. И не единым хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот, как он хлеб сравнил. Да, хлеб физический, хлеб, что для нас важно? Хлеб, да, мы об этом молимся, что дал хлеб нам и земной, который нас питает, но самое главное насущный, который есть жизнь вечная. Жизнь вечную, и мы питаемся этим хлебом. Поэтому слова я им всем заставляю, всем читать Евангелие, всем. И спрашиваю на Великий пост, что к Рождеству обязательно читать Евангелие. Как может, как может. Я даже уже не ставлю какие там... А если уже будет, будем там у нас... Будет, мы сделаем это, к весне уже будем, у нас будем собираться уже после службы. И уже просто, как говорится, уже буду я... Уже мы читаем, как мы берем, садимся, читаем Евангелие по очереди. И каждый читает, чтобы каждый участвовал в чтении. Потому что чтение Евангелия является тоже необходимым для нашего... То есть есть, да, память зрительная, слуховая, а еще такая. Мы проговаривая, мы повторяем тоже... Есть некое... Я говорю, хоть какое-то слово, пускай зацепится. Пускай хоть какое-нибудь. И потом спрашиваю, какое слово вы запомнили, чтобы вы... И вот так немножко потихоньку... Батюшка, да мы уже старые, памяти нету. Я говорю, ну ничего. Как священник, я ругаю священников. Потому что сегодня ситуация именно такая сложилась, что учеников зависит и сегодня и состояние этого. То есть я с этим согласен полностью, критики, кто критикует священство. И оно это, как правило, экклесиаст сказал, да, стремись к тому, кто тебя ругает, стремись к нему, потому что он-то тебя, твою душу спасает. А те, кто хвалит тебя, льстят тебе, только губят твою душу. Стремись, он тебе что-то скажет. Из всего того, чего может быть и несправедливо. Да, потерпи и это от него. Эти же бесы тебя же будут обличать. Они же тебя на суде будут обличать, бесы. Твои грехи все будут обличать на суде Божьем. А вот у него это... То есть ты должен к этому быть готов. Тебя обличат рано или поздно за твои какие-то... Душа-то их знает, ты же правильно сказали? Каждая душа знает свои грехи. Она как черный ящик, да, вот самолет летит, у него что есть? У него черный ящик есть. Он падает когда, развивается, что ищет? Черный ящик, чтобы выявить, что там было на этом самолете. И уже по черному ящику определяют причину падения самолета. Так и человек. У него есть этот черный ящик. И туда все записывается, как на магнафонную пленку. Был такой батюшка, очень люблю его. Книжка называется «Не от мира сего». Она мне очень помогла тоже. Именно вот это мышление западного человека, как мышление западного человека перерождается в православное мышление. Потрясающе. Он же был очень умным человеком. Китайский владел в совершенстве. Очень ценил Ницшу. Знал наизусть. Читал Лао Ци. Подлинники. Конфуция. Ну, то есть, там для него китайский, это был, можно сказать, совершенство владел. И вот он обратился в православие. В то время, когда тут начались крючевские гонения. Год 64-й, что ли. Вот он умирал. Он, говорит, так кричал. А у него тоже была болезнь там связана. Ему предлагали операцию. Я не помню сейчас, как. Ну, тоже что связано с пищеводом. Но предлагали операцию. Ну, там, в суть, вообще, живот превратил там, ну, вообще, кишечник превратил тоже там. Там у него не рак был, а у него какая-то тоже там болезнь была. Ну, тоже какая-то, я не помню сейчас название. Но не в этом дело. И он отказался от всех, он отказался от всех таблеток, от всех отбезболивающих, от операций. Он говорил одну фразу. Господь мой, 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 мой врач, Господь. И сатана начал искушать его. Мало того, как момент, когда сатана, помните, в этом, что и это. Многострадальный Иев, да? То есть, вот он там тебе хвалит тебя, а вот о нём отними всё. И он будет тебя ругать, Бога. Он говорит, ну, отнимай. То есть, сатане разрешает Господь. Ну, опять, что он сказал? Только душу не трогай. То есть, вот это, как это, да? То есть, душу не прикасайся к душе. То есть, вот это удивительный момент, да? Как Господь запрещает сатане. Ну, я понимаю, как душе не прикасайся. То есть, он мог искусить его, допустим, чтобы душа ему поверила. Ну, сегодня, как люди продают душу дьяволу? Взамену. Как Христу он предлагал что-то. Вот я тебе отдам себе царство, а ты отдайся мне, да? Или прыгай с этим. Да, и это, ну, еще, может быть, такое душевное одержание, когда сатана входит уже в душу. Он душой обладевает, да, да. Душой обладевает и уже руководит ею. И уже человек говорит, не имя свое называет, а рычит там, говорит, легион имя мне, да? То есть, я, там, ну, я к чему, что... И он же потом отнял ему, у него и здоровье отнял. То есть, язвы, которые его тело покрылось, они же тоже, они же тоже болючие очень. Мало того, там, друзья все отошли. То есть, все, там, только начни, только хулить, да, сказать, все. И он уже был на грани. Казалось, вот, сейчас, читаешь там, вот я всегда это. Как он, как он, вот он сейчас, сейчас, думаю, сейчас еще одно предложение он свалит сейчас, там, в хулу, да, на Бога. Нет, он просто задает вопрос, он, он, как бы, Бог вопрошает. Сколько, а, сука, это же не один день было, вопрошение. Потом Господь ему, как, все восстановил его. То есть, вот это, ну, для этого это вообще непостижимо. Вот у меня это непостижимо. Вот у меня сейчас, там, я, я даже, там, моих детей умертвей, там, всех, да, там, умертвя, там, жену, там. То есть, все, я, то есть, а я, мы все равно, я понимаю, что мне это же надо все равно, рано или поздно с этим совсем расстаться. То есть, я не, не должна, моя душа не должна быть прилеплена к этому, ко всему. Потому что это все, ну, оно, Бог дал, Бог взял, это и вовсе, это и вовсе. А я, думаю, что это мое все, и это мое, мне принадлежит. Оказывается, не мне, даже тело мое, мне, ну, может, во временное пользование, да, тоже во временное, то есть, это все мне надо дать. Мало того, все это возвратится, опять, оттуда, откуда-то, везде то. То есть, а мне просто дана какая-то момент, какое-то осознание, чего я хочу-то. Хочу я быть с Богом, а мне даны болезни. Болезни не хочу, да, там, не хочу страдать, не хочу мучиться. Сегодня, самое главное, какая причина, не рождают детей, страдания, не хотят боли. Боли, это все, это какая-то, это, это какой-то, от него бегут все. Да, да, и же, этот мне очень понравился, говорит, да, говорит, когда прекратили, когда люди перестали больше, стали появляться больше, там, неверующих, там, атеистов, после того, как появилось обезболивающее, то есть, обезболивающее появилось, когда боль можно было загасить, то есть, уже люди не нужнались в Боге. А я сам помню, когда у меня болели зубы, я, а ничего не было, вот у нас ничего не было, там, ничего только не ложил, и сало там, и на стенку лез, я стал молиться. Я ненароком стал от этой боли молиться, и у меня все прошло. Поэтому фраза, помните фраза, да, этого Маркса? Религия что? Опиум для народа. А на самом деле фраза звучит, религия опиум народа. То есть, опиум, это обезболивающий был, крепкий. И он обезболивал боли, да, молились и боли не чувствовали. То есть, Господь покрывал эту боль. Я уже как-то говорил об этом, но вот эта боль, она, ну, вам, видите, дана чаша эта. Я не знаю, конечно. Я сколько раз говорю, вы для меня как это. Я как будто, я не знаю, я не то, что, у меня хочется на равных с вами, а мне не получается. Я где-то, я не могу понять, то ли вы настолько высшими, что я такой маленький. То есть, я не могу понять, как можно жить так. То есть, я не могу понять. Вы мне объясняете, но я все равно это не пойму. Я же говорю, у меня просто отношение к этому. У вас одно отношение у меня совершенно другое. У меня не страх, а я преследую за этим нечто в виде награды какой-то. Ну, вы как эту награду? Вы ее как-то, вы ее хотите сейчас получить? Все равно у вас какое-то некое утешение должно быть сейчас для вас. Иначе, если вы не получите эту награду сейчас, какой-то аванс какой-то. Сейчас, я даже если ее не получу, эту награду, даже за гробом, если нет ничего, как говорят атеисты, да, что все, чернота и больше нет ничего. Я даже сейчас вот, ну, когда человек делает какое-то дело, и он понимает, что за это получит он крупное какое-то вознаграждение, да. У него же это дело и спорится, оно у него и идет легче, как бы, и, ну, достижение, стимул, да. Я ради этого стимула вот и терплю вот это все. А у меня другого подхода нет. А я вам, знаете, нет, а я вам говорю как, это все равно, если вы не получаете аванса от Бога, то у вас и сила закончится. Я думаю, все равно Господь как-то вам дает эти авансы, каким-то образом, как-то показывает, что он, как... Без этого аванса, я, мне кажется, я бы тоже засох бы уже давно, вот я бы тоже, если бы мне Господь не давал благодать свою. Ну, аванс как, я же, он... Благодать свою. Он укрепляет благодать эту веру, конечно, у меня вера бесспорно, да мне сейчас скажешь, что Бога нету, я посмеюсь, и все. У меня даже сомнений ни на минуту не возникает, что его нету. Вот этим самым он меня и укрепляет. Ну, вот, я говорю, ну, значит, значит, вам еще надо, вам что-то еще надо, вам что-то еще надо, я не знаю, что, как тем, какая будет... Единственное, надо побереть-то, скорее, это мне еще надо, а Господу, может, что-то другое надо. Нет, да, вот тут надо, знаете, это мы, это у нас бабулька, вот мы там, а, у нас как было, вот я пришел к одним, бабушка, дедушка, вот они там, они уже распределили. Я говорю, а, я говорю, дед, похороню, там, потом сама, там, типа, а произошло все наоборот, ее Господь, опа, забрал первый, и дед, и дед, и дед, и вот, прихожу, отпели ее, я говорю, вот, она хотела. Господи, помоги, Господи, не оставь, раба Божьего. Ну все, Сергей, ладно, матушки поклон низкий, передайте, вот, передаю вам, чтобы укрепить, Господь ее укрепил, чтобы, а вам не дерзать умирать раньше, когда Господь, да будет воля Твоя, Господи, и все, а то я хочу умереть, это что такое, хочу, я хочу... Да, вот, и господи, как будет воля Твоя, все, ангел-хранителя, жду ссылочку, ссылочку жду, до свидания. Спасибо.